Книга «Открытым оком», том 7, тема крещения, вопрос 1948. Говорят, что крещение раньше у православных принималось во взрослом состоянии. Есть ли тому подтверждение в житиях святых? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. Да, так и было. И это по писанию более, чем принятие крещения в младенчестве. Книга «Открытым оком» Не потому ли возникли эти обеты в монашестве, и притом несколько их, и называют их вторым крещением, что первого как такового и не было, и теперь пытаются с черного хода компенсировать эти упущения и недостатки. Марка 16, 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евреям 11, 24. Верую Моисею, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Иоанн Златоуст 13 ноября. Потом, когда Иоанну исполнилось 18 лет, он еще не просвещенный святым крещением, которое по обычаям того времени принималось в зрелом возрасте. Арсений Великий. День памяти 8 мая. Есть еще известия о том, что блаженный Арсений был восприемником при святом крещении сыновей царских Аркадий и Гонория, так как тот и другой были крещены не в владенческом, а в юношеском возрасте. Василий Великий. День памяти 1 января. Как ныне, так и в древности новокрещенные в знак полученного имя очищения от грехов облекались белой одеждой. Древние христиане очень поздно принимали святое крещение, отчасти по смирению, отчасти в том соображении, что окрестившись незадолго перед кончиной получат крещение и прощение всех грехов своих. Григорий Богослов. День памяти 25 января. Однако, не тотчас крестили младенца. В те времена существовало у многих христиан добровольный обычай отлагать крещение до зрелого возраста и до того года, на котором Христос Господь наш крестил с Атеана в Иордане, чаще всего до 33,5 лет. Таким образом, святой Григорий был крещен не тотчас по рождению, но согласно древнему обычаю, принятому христиан, крещение его было тоже до возраста лет христовых. В 4 столетии был вообще обычай откладывать крещение до зрелого возраста. Иногда даже, как это было с Константином Великим до смертного одра, так как опасение умереть некрещенным оказалось, казалось, казался меньшим, чем страх впасть в смертный грех после крещения. Константин, император, день памяти 21 мая. Но Константин до сего еще времени не был крещен. Это в наше время и для нас может казаться явлением весьма странным, но в древние времена церкви христианской многие принимали крещение в зрелых летах или даже в старости, одни почувствовали глубокое уважение к великому таинству, для восприятия которого считали необходимым долгое приготовление. Другие же не без лукавого похотения пошли сначала в свое греховное удовольствие, а потом уже и возродиться для новой духовной жизни. Бог им судья. Константин с юных лет, носивший в сердце свое Христа, издавна сделавшись в душе христианином, отлагал свое крещение по смиренному сознанию своей греховности, желая подвигом целой жизни приготовить себя для этого. При том же в душе его хранилось искреннее желание креститься в водах реки Иордана. Не получая облегчения велиона в поле и чувствуя крайний упадок телесных сил, Константин переправился в Некомедию и здесь, созвав епископа, просил их удостоить его святого крещения. Перед крещением умирающий царь произнес такую речь. «Пришло желанное время, которого я давно жажду, и о котором молюсь, как о времени спасения. Пора и нам принять печать бессмертия, приобщиться к спасительной благодати». Я думал сделать это в водах реки Иордана, где в образ нам принял крещение сам Спаситель. «Но Бог, ведающий полезную, доставит меня этого здесь». Приняв святое крещение, Константин ликовал духом, сердце его было полно живой радости. «Облеченный при крещении в белую одежду, блиставшую подобно свету, он не снимал ее уж до смерти. Опочил он на ложе, покрытом белыми покрывалами. Боклинице же этого царского отличия раб Божий уже не восхотел и касаться. Свою последнюю благодарственную молитву возвысив голос, царь заключил такими словами. «Теперь я осознаю себя истинно блаженным, ибо имею несомненную веру, что я приобщился божественного света и удостоился жизни бессмертной». Великий и равноапостольный Константин скончался, завещав царство трем своим сыновьям в самый день 50-ти 337-го года. На 32-м году своего царствования, имея 65 лет от рождения. «Тело его с великим торжеством перенесло было в созданный им град Константинополь и положено, согласно его завету в церкви святых апостолов, гробницы, им самим уготованной». Киприан Карфагенский, день памяти 31 августа. По существовавшему в древней церкви обычаю, Киприан до крещения должен был в некоторое время провести в состоянии так называемого оглашения. Неизвестно, сколько времени Киприан провел в состоянии оглашения, можно предполагать, что оно было непродолжительно. Главнейшим занятием святого Киприана после крещения Белама были молитвы и чтение священного писания. Крещение, мытие от сквер, накопленных и вольно, и невольно, от первородного греха нам дан пример, не рассуждать примерно и окольно. Если Его веру дал и свой закон священное писание, Он нам провозвестил, просматривая вдаль, чтоб мы Его любили, не кромсали. Из Него мы познаем, читая Его святую волю о заблудших, Он умер за меня, и кровь Христа святая грехи смывает, воскресшая души. Для тех, кто верит в средство очищения, всего одно на всех, на все века, лишь троекратным полным погружением крещаем и спасительно макать. Если ты священник или епископ, диакон или даже патриарх, не воспротився, не издай еписка, коль не крещен, тебя постигнет крах, ты не рожден и к царству не причислен. Не умер для греха, не погребен, не получил одежды белой чистой, крик не издал, как выкидыш рожден. Не прикословь, замри, умри в воде, исполни с духа ревности огня, спешит унику белую одеть. Хотя бы что-то и не смог понять, мочение волос или затылка, крапление католического экстенза, не баня водная, ты только лишь обмылки. С манипуляцией попов опять нетрезвых, найди священника, кто правильно крещен, его руками погрузись в крещение, служение он, чтоб не был запрещен. Теперь есть шанс не отойти в мучения. 16 сентября 2003 года Игнатий Лапкин